Тема сегодняшнего видео Выход Будем искать выход из Identity Server Потому что в прошлой части мы успешно в него вошли Теперь пора время и честь знать Ну и не затягивая Давайте приступим Переключимся в работу Для начала создадим метод Потом настройки А потом будем кнопки нажимать Ну и прежде чем начать Давайте я скажу что я проделал На самом деле я добавил в OS контроллер Инициализацию логин в Umodel Подставил туда тот самый пароль Тот самый логин И в общем он return URL Прокинул туда дальше Чтобы у меня можно было уже создавать И каждый раз не вводить логин и пароль Давайте посмотрим что из этого получилось В общем то и заодно посмотрим что у нас вообще Осталось на тот момент Когда мы виделись в последний раз И так у нас есть Ой секретная страничка И как вы видите юзер нейм и пасар подставились Я нажимаю логин Это чтобы все таки было быстрее Чтобы я не тратил время на это Но и экономил ваше время И в общем сейчас добавим сюда ссылочку Нажмем выход И по нажатию нее будем делать Уже непосредственно Стирание Вот этих самых cookies Которые нам выдают Identity Server То есть ну на самом деле это Как бы основной вариант Что нужно проделать Давайте остановлю проект Мы закроем этот Identity OS контроллер И переключимся сюда Вообще мне нужно что Мне нужно в меню Ну давайте для начала добавим ссылку Вот такого вот рода Но здесь напишем такую хитрую штуку Которая будет проверять Если наш юзер вообще имеет Какой нибудь идентификацию То есть зарегистрирован в системе или нет Залогинился он или нет Я поставлю вот таким способом Все И дальше мне А ну здесь нужно такую штуку сделать Текст Вот И соответственно здесь тоже нужно написать Слэш текст Это просто не может распознать система Здесь я сделаю лог Ну давайте сделаем логаут И здесь я также напишу лог И пусть будет аут Вот Мне теперь нужно создать этот метод В контроллере У меня контроллеры Вот они И давайте я создам контроллер Лог аут И здесь будет view Ну точнее я вас обманул Ну конечно же здесь будет не view А здесь будет у нас метод Вызванный из базового контроллера Который называется sign out Если нажать F12 То можно посмотреть Что он находится в базовом контроллере Давайте я покажу Что это действительно так В базовом контроллере Который есть в MVC То есть уже Microsoft Про нас прозаботился И вот эта штука На самом деле уже работает Здесь на самом деле Очень много чего есть И я что-то потерял Откуда я начал Давайте я нажму снова F12 Можно указать Аутентикейшн схему И собственно говоря Если учесть что у нас их две Тут можно передавать параметры Нам нужно выходить из каждого из них Как вы помните У нас есть cookies Которая хранит наши полученные токены И OIDC А ну кстати Давайте Давайте я сейчас переключусь сюда Так Логаут Это можно закрывать Здесь у нас контроллер есть И у нас есть схема Давайте вернемся назад Я вот здесь поискал И в общем-то OIDC На самом деле Уже много где получается У меня используется Я имею в виду стринговая строка Ну давайте я Заюзаю Ну в смысле За использую OpenID Connect Defaults Вот Ну чтобы у нас Без ошибок Можно было написать И здесь Собственно говоря Если вы понимаете Можно использовать Любой текст Ну мы здесь Используем OpenID Connect Давайте я покажу Что это действительно так Да Ну в общем Не важно Какая там буква написана Главное чтобы она была Везде одинаковая И соответственно Для этого тоже поставлю OpenID Connect Defaults Схема аутентификации Ну и раз у нас есть Две схемы Одна и вторая То вот здесь Упс То вот здесь Я должен прописать Ну в общем OpenID Тот самый Дефолт И запятая Ну давайте Первый напишем Кукис И Кукис Дефолт Ну в общем Вот что у нас Получилось Что это произойдет Это нам даст Вызов на сервер Который был Подключен Вот здесь В настройке То есть мы Подключили По схеме Использовать OpenID Connect И указали Куда на какой Сервер пойти Ну и соответственно Эта штука у меня Ломанется Ой Вот эта штука Ломанется Как раз на тот сервер И давайте Проверим Что это действительно Так У нас Пока нету Метода Login Потому что Мы еще не зашли То есть Logout И я захожу И метод Появляется Метод Появляется И теперь я нажимаю Смотрите Logout Что произошло Собственно говоря Произошел Очередной Redirect Соответственно Как вы видите На сервера Авторизации То есть на Identity server И он ищет Account Logout Тот самый метод Это как вы понимаете Поведение По умолчанию И нам предстоит Изменить Вот это самое Поведение То есть Аккаунт Logout Мы должны Изменить Ну и для этого Давайте остановлю Проект Мы перейдем В то место Где это Настраивается Это настраивается На Identity server В настройках Как ни странно Так Ну здесь Мы использовали Другой вариант Давайте Сделаем Вот таким Вот образом Я вот эту штуку Отсюда Уберу И Вот так Уберу И поставлю Более простой Наверное Способ Ну он Как бы Некоторые изменения Претерпел От версии К версии Ну и здесь Вот это Более удачно Выглядит Чтобы не Использовать Interaction Я сделаю Аус Так У меня Он должен Начинаться На слэш И Логин У меня Будет Login И Соответственно Logout Это Будет У нас Логout И Когда я Сейчас Создам Этот метод Мне он Сейчас Должен Показать 404 Но Уже Ну давайте Тогда Сразу Создадим Чтобы Не мучить Систему У нас Есть Ос Контроллер У нас Есть Вот Логин Давайте Здесь Создам Logout Ой Давайте Я использую Сниппет Logout Надеюсь Что я С маленькой Буквой Назвал Давайте Посмотрим В настройках Да С маленькой Нажмем Сохранить И В общем Если Вы не Успели Обратить Внимание Давайте Я еще Раз Покажу Потому Что На самом Деле Это Важно Ну Во-первых Давайте Зайдем Отлично Получается Входить Теперь Давайте Выйдем Отлично Получается Выходить И В общем Хочу Обратить Ваше Внимание На то Что У нас Теперь Поменялся Ос 2.0 В смысле Ос И контроллер И логаут Страничка Ну Еще Нужно Обратить Внимание Вот На что У нас Есть Логаут ID И Система Понимает Что Нужно Какой-то Идентификатор Чего-то Там Кого-то Видимо Пользователя Отправить На тот Сервер Где Он Производил Логин Давайте Сейчас Остановлю И Вот Этот Для Начала Вставлю Сюда Название Этого Параметра Чтобы Не Забыть Ну И Если Учесть Что У нас Уже Sign-in Менеджер Есть Ну Во-первых Нужно Сделать Wait Давайте Сделаю Так И Сай Не Подчеркиваю Нет Да Подчеркиваем Сай Давайте Тогда Уберу Sign-in Менеджер Лог Ой Sign-out Это Собственно Говоря Ну Во-первых Тут Wait И Еще Вот Так Сделаю Смотрите Вот Этот Sign-in Менеджер Sign-out Этот Метод Выходит Из Этого Сервера С Этого Сервиса И Систему Кукисов Для Этого Сервиса Очищает То Есть Там На самом деле Очищается Не только Кукис Но Еще И Сессия Проверяется Ну В общем Там Много Внизу До самого Низа Много Нюансов Мы пока Их Опустим То есть Мы Сейчас Делали Выход Из Этого Сервиса Но Так Как Система Identity Сервер Она Такая Достаточно Мощная У нее Очень Большой Пайплайн В конце Внутри Которого Происходят Разные Процессы И Отправление Нотификации Выход Из Других Сервисов Нам Нужно Об Этому Системе Сообщить И Для Этого Существует Identity А Вот Он Сервис Интерэкшн Сервис Который Собственно Берет На Себя Вот Эти Задачи По Внутренним Механизмам То есть По Их Работе Ну И Вот Для Чего Я Копировал Этот Логаут Ид Мне Нужно Здесь Делать Вот Этот Метод Get Логаут Контекста Сим И Посмотрите Что Самый Этот Ну И Раз У нас Это Будет Эвейт Нам Нужно Получить Result Log Out Result И В этом Result Самое Главное Что Нам Должно Приходить Logout Result Это Вот Этот Post Logout Redirect Reali Если Он Давайте Вот Так Сделаем Если Нет Не Так Стринг Из Ну Or Empty Ну То Есть Если Этот Метод Пришел Ну Вообще На самом Деле Это Отправляет Клиент То Есть Должен Отправлять Клиент Но Это Можно Переопределить Мы Сделаем По Простому Главное Чтобы Вы Поняли Механизм И Собственно Здесь Мне Не Нужно Никаких View Потому Я Не Стал Создавать Мне Нужно Сказать Return Redirect Соответственно На То Если Пустая Строка То Мне Нужно Сделать Что-то Типа Redirect To Action Ну Пусть Будет У нас Есть Какой-нибудь Контроллер Сайт Отлично Контроллер Сайт Нам Подойдет Сайт Индекс И Индекс Здесь Есть Отлично Тогда Мы Сделаем Нам Перейти На Индекс Хотя Можно Конечно Отправить И На Допустим Снова На Логин Но Я Сделаю Сайт А Здесь Выберу Индекс И Что Там А Там Пусть Будет Чистая Страница Не Принципиально А Теперь Вместо View Мы Сделаем Redirect Когда У нас Ну Уже Не На Action А Просто Redirect Если У нас Логаут Не Пустой Нет Логаут Result Не Пустой То Мы Сделаем Redirect На Тот Самый Где Он Post URI Ну Упс Ну И Чтобы Этот Еще Redirect Заработал Ну Давайте Я Запущу Покажу Что Он Будет Пустой Потому Что Нужно Сделать Конфигурацию В Самого Клиента MVC Отлично Мы Теперь Будем Заходить Снова И Выходить Ну И Как Видите Этот Сейчас Показатель Ну Хотя Сюда Пришел Уже Тот Самый Механизм Уже Сделил Логаут Там Какие Механизмы Произошли Сам Метод Результат Вообще Не Дает Единственное Насколько Я понял Можно Следить Только В Тому Заполнен Этот Параметр Или Нет Но Теоретически Мы Уже Вышли С Клиентов Но Пока Это Еще Мы Вот Давайте Я Покажу F5 Где Наша Вьюшка Вот Ну То Мы Попали На Страницу И Если Нажатие F12 Где То У Тут Есть Application Тут Конечно Ничего Нет Но Нам Вернуться Нужно На Ту Форму То Есть Выход Там Мы Произвели А Вернуться На Ту Форму Где Мы Должны Откуда Мы Заходили Это Сейчас Предстоит Нам Сделать Ну И Давайте Я Снова Остановлю Проект И Давайте Сделаем Настройку В этой Конфигурации В общем То Здесь Все Тоже На Самом деле Тривиально Нужно Просто Понимать Что У нас Есть Такой Параметр Post Logout Redirect Для Клиента MVC Опять же Я прошу Обратить Внимание Но Здесь У нас Опять же Коллекция Может быть И Здесь Мы Будем Снова Redirect Давайте Я Сделаю Хитрую Штуку Называется CopyPast И Вставлю Сюда Но Здесь Будет Немножко Адрес Другой Во первых Нам Нужен Sign Out А во вторых Нам Нужен Callback Ну И Здесь Нужно Поставить Запятую Смотрите После Того Как Произошел Давайте Снова Покажу Потому Что Как Говорить Много Это Не Мешки Ворочать Снова Делаем Login Снова Делаем Logout Ну И Как Вы Видите Post Logout Redirect Она Нашла Сама То Есть Сайна От Кала В общем Там Длинная Длинная Песня И Я Сейчас Нажимаю И Попадаю В общем То Никуда Теоретически Теоретически Здесь У меня Скорее Всего Redirect Произошел Правильный Давайте Я Это Проверю Но Это Проверить Очень Просто Зря Конечно Закрыл Давайте Вот так Запущу И Еще Раз Покажу У Меня Когда Сайт Открывается Без Указания Стартапа Видите У меня получается Что страничка Не найден Ну и это Естественно Потому что Road Не найден И это Очень Просто Объяснить Во-первых Опс Во-первых У меня Используется Нестандартное Название Home А Сайт А в Дефолтовых Настройках Там Как раз По умолчанию Home Стоит Давайте Переопределим Эту Штуку Тогда Мы Дефолты Берем Здесь Напишем Нам Нужно Название Данное Но Пусть Будет Тогда Дефолт Давайте В следующую Строчку Уберу Эту Штуку И Еще Нам Нужен Как раз Тот Самый Паттерн Так Нам Название Контроллера По умолчанию У нас Нужно Чтобы Был Сайт Слэш Соответственно Экшен У нас Должен Быть Ну Видимо Индекс Ну И Давайте Еще Добавим Ну Это Как Быет Стандартный Ну Мы Сделаем Нулл Был Айди Нет Айди С маленькой Буквой И Поставим Вопростительный Знак Что Он По умолчанию Может быть Нул Давайте Еще раз Запустим Что Проверим Что Это Реально Работает Ну Я Имел Ввиду Работает Вот Это Ну И Как Видите Теперь Сайт Открывается Уже На Нормальной Странице Можно Кстати Даже Убрать Этот Авто Старт Вот Отсюда В Property Launch Settings Можно Убрать Вот Эту Launch URL Давайте Я Уберу Вот И Теперь Если Я Снова Зайду Где У Меня Сайт Я Зайду Сюда Например Все равно Будет Redirect Login Нажимаю Logout Ну И Как Вы Понимаете Я Вышел А Давайте Самое Главное Покажу Чуть Не Забыл Самое Главное Это В том Что Куки У Меня Все Исчезли Давайте Еще Раз Login User 1 2 3 Смотрите Куки Есть Нажимаю Logout Я Вышел Из Системы Ну И Несколько Еще Оговорок Смотрите Оз Контроллер В котором Мы Написали Вот Этот Метод У Нас Сейчас Logout Приходит И Собственно Гля В нем Уже То есть Это Был Обыкновенный Get В котором Приходит Параметр И Здесь Происходит Выход Из Системы Лучше Рекомендуется Сделать Get Просто Не Открывать Страничку Вьюшки А Директ На Пост И Вот Эти Параметры Прокидывать Туда Соответственно Вот Этот Пост Будет Иметь Уже Проверку То есть Она Может Быть Перехвачена Из Цели Безопасности Вот Поэтому Я Сделал По простому Варианту Но Вы Так Не Делайте Ну И Для Того Чтобы Переопределить Куда Нам Пойти В От Хотим Сделать Еще Страничку Допустим Goodbye Я Сейчас Ее Создам Пусть Она Так И Называется Good Большой Буквы Goodbye Ну Вьюшка Мы Потом Сделаем И У нас Вьюшка Будет View Давайте Найдем Где Она Находится Так Это Индекс Ctrl C Ctrl V Shift F2 Good By Тут Главное Не Промахнуться Здесь Соответственно Так Не мешает Курсор Good By Хотя Пусть Будет Слитная Чтобы Надо Было Вставить Вот И Здесь Давайте Напишем Какую Нибудь Фразу Там Я Не знаю Ну Что Нибудь Такое То Мы Будем Скучать По Тебе И Welcome Back Ну Не важно Суть В том Что Это Другая Страница И Нам Нужно Указать Что Пользователь Сюда Может Зайти И Для Этого Нам Нужен Вот Этот Action Но Опять же API Я его Беру То Есть Goodbye Мне Нужно Прописать Но А это Делается На самом деле Очень Просто Нужно Создать Дополнительные Параметры Которые Например War Parameters Ну Пусть Пусть Будет Parameters New Authentication Parameters Давайте Вот Так Сделаю Здесь Вот Parameters Запятая И Теперь Она Мне Система Подскажет Да Вот Authentication Parameters Вот Ну И Здесь Нужно Просто Указать Что Redirect UI Пусть Будет У Слэш Так Куда Я его Сделал Сайт Слэш Goodbye В общем Это Все Что Нужно Сделать Ну И Давайте Проверим Что Это Работает Снова Зайдем В Защищенную Зону Неважно В Какую Снова Заведем Логин Пароль Снова Нажмем Логаут Ну И Как Вы Видите Мы Попали На Ту Зону Куда Хотели Ну И Опять же Куков Больше Нет Ну А Это Значит Всем Спасибо Все Свободны